Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор вот такой LED-матрицы размером 16 на 16 адресных светодиодов. Мы рассмотрим ее особенности, скачаем необходимую для работы с ней библиотеку, подключим к Arduino и напишем небольшой пример работы с этой матрицей. У нее 256 адресных светодиодов WS2812 и управлять каждым светодиодом можно по отдельности или всеми вместе. С обратной стороны матрицы три группы проводов. Ту где написано 5 вольт, GND и DIN мы будем подключать к Arduino и источнику питания. Средние два провода служат для подключения дополнительного источника питания. А крайние три провода для подключения еще одной LED-матрицы. Например можно подключить еще одну такую же матрицу 16 на 16 светодиодов и получить LED-панель 16 на 32. То есть получить панель из 512 светодиодов управляемых как единое целое. Ко второй матрице можно подключить третью и так далее. Собирать схему будем на макетной плате. Для демонстрации она вполне годится. Красный провод соединяем с плюсом макетки. Белый провод соединяем с минусом. Зеленый провод. Подсоединим пока сюда. Далее берем Arduino Uno и через резистор 220 Ом. Соединяем сигнальный провод матрицы с цифровым портом номер 5 артуина. Так как потребляемый ток у матрицы достаточно большой, то питать ее нужно от отдельного источника питания. В данном случае буду использовать вот такой вот регулируемый блок питания, напряжение на выход которого установлено 5 вольт и ограничение по току 3 ампера. Для наших целей этого вполне хватит. Подключаем к схеме блок питания. Arduino мы также будем питать от блока питания. Для этого соединяем пины Arduino VIN плюс макетки. Граунд соединяем с минусом. По ссылке в описании скачиваем библиотеку FastLED. Открываем программу Arduino IDE и в верхнем меню выбираем пункт скетч. Подключить библиотеку. Добавить zip библиотеку. Выбираем ее. Теперь в меню файл примеры находим скачанную библиотеку. Вот она. И выбираем скетч-блинк. Меняем некоторые значения. Прежде всего значение постоянный NUM LED. У нас оно равно 256 это количество светодиодов в матрице. И LED матрица подключена у нас к пятому порту. Далее оставляем все без изменения. Временно отсоединяем плюсовой провод от Arduino, чтобы не пытаться запитать всю схему от USB к компьютеру. И подключаем Arduino к компьютеру. Загружаем скетч. Отключаем Arduino от компьютера. Подключаем к схеме. И включаем внешнее питание. Светодиод начинает мигать. Теперь добавим на схему потенциометр. Ножку номер один подключаем к минусу. Ножку номер три к плюсу. И ножку номер два к аналоговому порту А0 Arduino. Модернизируем наш скетч для работы с потенциометром. И изменим максимум переменной с 1023 до 255. То есть количество наших светодиодов минус один. Светодиоду в текущей позиции мы будем присваивать черный цвет. То есть выключать его. А светодиоду в новой позиции будем присваивать красный цвет. Устанавливаем задержку соответственно равную 50 миллисекунд. Подключаем Arduino. Загружаем скетч. Включаем источник питания. И начинаем гонять светодиод по всему полю, плавно вращая регулятор потенциометра. Такой в общем-то простой эффект демонстрирующий возможности управления LED матрицей. Ссылку на скетч и библиотеку FastLED я оставлю в описании. В следующем видео мы еще поиграемся с этой матрицей. Установим библиотеку с дополнительными красивыми эффектами. И будем преобразовывать картинки в цветовую схему для вывода на LED матрицу. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых роликах.